Здравствуйте! В эфире Инсталайв с Институтом физики Казанского Федерального Университета. И сегодня мы поговорим о профиле «Медицинская физика». В ходе прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, вступительных испытаниях, а также об особенностях учебного процесса. На все ваши вопросы ответит доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской физики Альберт Вартанович Аганов. Добрый день, Альберт Вартанович. Ну и для начала первый вопрос. Расскажите вообще, пожалуйста, что такое представляет из себя профиль «Медицинская физика». Ну, я должен сразу сказать, это цельная траектория под разными названиями, но суть одна. Бакалавриат мы назвали физико-живых систем, магистратуру мы назвали медицинской физикой, потому что дипломы такого сорта выдают в России, паспорт, специальности такой есть. А далее студент может продолжать обучение в аспирантуре, мы ее назвали биофизикой. Эту аспирантуру мы открыли в прошлом году. И одновременно мы создали специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. Поэтому вся эта область знания, бакалавриата до доктора наук, она у нас покрывается. И вот уже первые кандидаты наук защищались, и уже лежит диссертация по биофизике докторской, нашего сотрудника, одного из первых выпускников тогда еще специалитета. Вот что это такое. В совокупности это некий симбиоз двух областей знания. Это естественно наука в человеческом организме, и вторая это собственно физика. И вот совместное решение комплекса проблем составляет суть этого направления подготовки. Ну и давайте начнем тогда первый вопрос, который нам уже задали в чате. А учатся ли на этой программе иностранные абитуриенты, принимают ли иностранцы? Да, конечно. Вот в магистратуре традиционно учатся иностранные студенты и вообще иногородние. Примерно половина обучающихся. От года к году набор меняется, но где-то 15-17 студентов у нас учатся в магистратуре. Из них половина не казанцы. А иностранцы разные. У нас в этом году прекрасную работу завершил представитель Колумбии. До этого были представители Йемена, Ирака, Сирии, Ирана. И, естественно, представители наших бывших союзных республик. И представители ряда городов, где медицинскую физику, российских городов, в основном Сибири. Где тоже хотят приступить к подготовке по магистратурным программам. Но пока идёт это очень тяжело. В этом есть свои проблемы. И я так думаю, что они правильно делают, что пока они обучаются у нас. Естественно, первый вопрос, как только магистрант приходит к нам, я задаю ему вопрос. Зачем приехал? Потому что он должен вернуться домой. За него либо кто-то заплатил, либо больница, либо государство. Ну, иногда сами платят, но иногда клиники платят. Поэтому он говорит, я приехал разобраться в ядерной медицине. Хорошо. Другой говорит, я хочу разобраться в томографии в офтальмологии. Я говорю, ну хорошо, не совсем в офтальмологии, но томографии ты постигнешь. И мы узнаём, они все работают по специальности. То есть, как в этом году будет, я не знаю. В этом году ситуация очень неоднозначная. Но обычно на одном курсе 2-3 студента из какой-нибудь страны обучаются. И 5-7 человек из России. Как правило, Якутия, Ижевск, Уфа, Дмитровград. Вот такие города. А раз уже заговорили о практике, то кто в реальной практике заинтересован в выпускниках этого направления? Вот вы перечислили города, сказали, что больницы. А конкретно всё-таки кому нужны выпускники медицинской физики сейчас? Скажу вам, ведь мы должны изначально определить, что составляет суть этой подготовки. Изначально, исторически, это была разработка методов диагностики, терапии. И начиналось это с ядерной медицины. И слово медицинская физика, физики, занимающиеся радионуклидными препаратами, лучевой терапией, они это слово придумали и подразумевали, что это ядерная медицина. Но они даже журнал издали. Сейчас есть такой журнал медицинской физики, он вебовсайенсовский уже, теперь серьёзный журнал. Но когда мы затевали подготовку, мы, конечно, имели это в виду, но мы воспринимали эту проблему шире. И сейчас в паспорте специальности входит целый блок направлений. Это, конечно, то, о чём я вам говорил. Это диагностика и терапия. Это методы исследования живых систем. Это, естественно, разработка и создание техники для всех этих задач, для исследований и терапии. Это ещё целая область внедрения физических принципов для создания различных технологий в медицине. Ну, прежде всего, конечно, лазерной технологии, нанотехнологии и так далее. Самостоятельный раздел пограничной земли, он, в факте, более глубокий раздел, это описание процесса в живых организмах. Это самый высший пилотаж, я вам скажу. Да, потому как всё, что происходит в человеке, это продукт, вообще четыре физических закона определяет процессы. И только один биохимический процесс, а четыре чисто физических процесса определяет, что происходит в человеческом организме. Но, как один из первых основоположников этого направления, был такой, значит, в Реак-Нобелевской премии, Макс Борн, он писал, что было бы ошибкой сводить всё к физике и химии из области, которые выходят за пределы этой науки, в том числе мышления. Так вот, сегодня в сферу компетенции физиков уже входит изучение функций, строения и функций мозга. Это стало возможно посредством внедрения мощнейшей современной техники, прежде всего микросиопеи и томография. Этим у нас тоже занимается целая группа вместе с Институтом фундаментальной медицины. То есть вот эта святая святых открылась сегодня нам. А второй основоположник этой идеологии был такой Эрвин Шредингер. Он в 1934 году написал книгу, что такое человеческий организм с точки зрения физики. Удивительная книга, и он сказал, что вся проблема в том, что человеческий организм – это статистическая система. Между прочим, все изменения укладываются в 7 градусов, в 35 градусов. Ты уже умер, в 42,5 – ты тоже умер. 7 градусов. И вся статистика, и долгое время не знали, как обрабатывать данные. Все вот то, что меряют медики, это не годится для серьезного анализа. А сейчас и эта задача решена. Есть специальные методы анализа такого сорта статистических систем. Поэтому уже физики этот барьер преодолели. И могут на количественной основе смотреть, а что происходит в организме на языке тех превращений, которые происходят в человеческом организме. Ну, да, принял лекарство. То есть он все отслеживается уже и превращается в число. Вот теперь уровень физических знаний таков, что физика может реально решать задачи на количественном уровне. Мы близки к этому. И все, что связано сегодня, очень любится искусственный интеллект. Его утилитарно все используют. И искусственный интеллект гораздо более глубокое понятие. Но к этому тоже уже физики подошли. И вместе с медиками, я так думаю, что-то уже будет настоящее получаться. Потому что там таракан, робот ползит, это не искусственный интеллект. Это распознавание образов на основе нескольких данных. А здесь сотни тысяч данных закладываются в систему. Все это обрабатывается. Тоже автоматически называется это машинное обучение. И на этой базе строятся уже системы искусственного интеллекта. Вот и везде наши сотрудники работают. Вот реально мы закрываем томографию. Мы закрываем весь магнитный резонанс. Мы закрываем лазерные технологии. Они все у нас присутствуют. И, конечно, томография в разных ее видах. Поэтому вот мы таким широким спектром идем. Но не потому, что мы сами только такие. У нас просто огромный коллектив. Мы привлекаем много коллег из Казани, из других институтов нашего университета. И проблема только, как это все координировать и как это регулировать. Мы идем вот в этих крупных направлениях, потому что по этим же направлениям у нас научный проект есть. Поэтому как студент-магистр пришел, если он толковый, он занимается конкретным делом. Это не важно. Приезжий, не приезжий, это не суть важна. Лишь бы у него квалификация позвоняла. Вот так примерно я вам скажу. Я уже захватил и гостей. Но если мы будем работать только по узкому направлению подготовки, то у нас не будет контингента этого. Мы будем для самих себя только готовить. Но это неокупаемая вещь. Нам столько не нужно. Себе на воспроизводство уже 3-4 человека с выпуска. Больше нам не нужно. Продолжим тогда. Какие проблемы способен решать магистр по медицинской физике? Все-таки магистратура это всегда практическая такая часть. Решение каких-то глобальных может быть проблем. Я вам скажу конкретно, кто. Самые тяжелые вещи наши магистры, которые в ядерной медицине. Они, выйдя от нас, фактически могут сразу работать вместе с врачом, составая протокол обследования и терапии. Он готовый. Магистры другого направления, которые занимаются томографией. Они уже пока в магистратуре обучаются, работают в клиниках. Конкретно, поскольку в университете нет своего томографа, доступного для таких целей, то мы пользуемся машинным временем или приборным временем частных клиник. И на их основе уже наши же магистры, пока они обучаются, они уже работают вместе с врачом постановки диагноза в тех случаях, когда нужно модифицировать программу, что-то увидеть, то, чего нет в стандартном протоколе. Понятно, что до того, как это можно будет писать в паспорте, вот человек заболел тем-то, тем-то, дорога длинная, но, по крайней мере, врач уже видит нечто большее, чем дает ему работе инструментов. Вот вторая группа магистров. Сейчас они уже в аспирантуре и тоже продолжают работать в этой клинике. Третья группа магистров, они сейчас занимаются синтезом белков, лекарственных препаратов на базе, ну, совместной лаборатории с фундаментальной медициной. Они синтезируют новый тип белков, функции которых не бороться с патогенами, а не давать им размножаться. Вот Костя Усачева, он сейчас вместе набирает группу магистров, они уже работают, то есть они еще не успели тот диплом получить, уже пошли в лабораторию работать. То есть все магистры, которые от нас уходят, они готовые для работы. У них есть производственная практика, научная практика, всякие в виде практик, все, пошел, завтра иди на работу. Что, собственно говоря, и происходит. И поэтому я очень спокойно, они все имеют рабочие места. Ну, раз уже заговорили о практике, то где проходит реальная практика, вот в моменте обучения, где проходят студенты практики? Ну, так, для практики есть официальные места практик, договора. Потому что за студента, который пересек границ учреждения, несет ответственность та организация, которая приняла. Это закон. Поэтому по науке у нас, естественно, институт и академия наук, прежде всего, это институт, ну, теперь ФИЦ, а вообще институт биологии и биохимии. Они берут регулярно и бакалавров, и магистрантов по два-три, и они их ведут, и там они проходят практику. Вторая точка – это физико-технический институт, там есть лаборатория медицинской физики, лаборатория томографии, они берут на практику. Третья официальная точка практики – это онкодиспансер. Онкодиспансер или диагностический онкологический центр, РКОД, там проходят все те магистранты, которые потом будут работать в клиниках. Поскольку практику по ядерной физике нет во многих вузах, это так Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, могут позволить себе готовить специалистов по этому профилю. Поэтому все приезжие студенты, которые ориентированы на это направление, проходят первичную практику в наших физических лабораториях. У нас есть ущербный практику по ядерной физике. И кавитра теперь совместно с дубной есть. И теперь магистрантов принимают, если это связано с лечебными делами, наша клиника – онкологический диспансер, а если это наука, принимает дубна. У нас есть прямой договор. И эта позиция у нас закрыта. Ну, лазерные технологии мы никуда не посылаем, потому что у нас есть своя мощная лаборатория по лазерным технологиям в Казанской университете. И наша собственная клиника, где студенты проходят ряд относительно простых практик. Раньше это базовая практика была. Это была клиника не наша, поэтому мы с ними имели договор. Ну, а сейчас это наша собственная клиника. Наш сотрудник, профессор, он же научный консультант томографического центра, поэтому здесь никакой проблемы нет. К счастью, везде в этих центрах наши выпускники – руководители. Поэтому пристроить того или иного на эту практику не представляет никакой проблемы. Просто они сами заинтересуют, это же рабочие руки. Давайте еще поговорим о том, каким образом в этом году будут проходить вступительные испытания. Все-таки пандемия COVID-19 накладывает свой отпечаток. Будет. Мы решили не искушать судьбу. и решили сообща, что мы будем делать собеседование. Конечно, это иногда бывает хуже, чем экзамен. Потому что, когда экзамен, есть программа, ты почитал и рассказал. Но я не думаю, что в этом году будет столпотворение. Вот эта ситуация делает экзамен почти бессмысленным, потому что принимать, допустим, экзамен у трех десятков человек – это будет несколько суток. надо, потому что технически невозможно отследить, он выполнил самостоятельно или не выполнил самостоятельно. Более того, они современными технологиями, технологиями по списыванию настолько овладели, что не успеешь шмарнуть глазом, у них ответ из интернета уже есть. Я был просто поражен, как они сдают экзамен. Это просто чудо. За это только можно им поставить оценку. Мы решили провести собеседование по всем, кстати, магистратурам. Нам важно знать, а зачем, собственно, он идет. Ну, он хотя бы элементарно представляет себе, для чего он едет сюда или поступает учиться. Ладно, наши бакалавры все знают, но их будет половина наших своих. А другие-то, они не прошли нашей дисциплины, мы по этому балкавриятии очень мало дисциплин нефизических даем. Ну, начальные гистологии, анатомия, что-то немножко о методах анализа, ну, только чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы внешне могли тоже поступить, они начали учиться не смогут. На сайте программа есть бакалавров. А вот как будет проводить мы будем собеседование, я, честно говоря, вот могу публично всем желающим сказать тайну. К тайне никакой нет. Ну, для меня. Я 6 месяцев назад издал книгу «Медицинская физика». Первый том. Но там 35 первых страниц. «Медицинская физика» – это вопросы, посвященные, как она зарождалась и какие методы, начиная от обычной механики до ядерной физики, как они развивали эту область знаний медицинных. Ну, и первая часть – это механика, молекулярная физика и все прочее. Там везде примеры из живых организмов. И чтобы не выдумывать ничего, я буду, конечно, спрашивать, что я уже написал. И они просто должны посмотреть. Она в доступе, она официально выставлена на сайте нашей библиотеки. Она ездила, на ней уже очень много ссылок, уже люди ее читают. Уже студенты целое поколение сдавали экзамен. Вот они пусть посмотрят, и они увидят связку. Ну, скажем, я спрошу уравнения Бернули. Это курс, первый курс, второй семестр. А какая связь с движением крови в сосудах? Это уже гемодинамика. Вот я его спрошу. Он знает закон ГУКа, он обязан его знать. А я ему скажу, а как вот по-вашему, в человеческом организме, артерии, чем отличаются от вен? Просто по-наречию. Ну, а как они должны отличаться? Чисто физически, принципиально должны отличаться, потому что сердце бросает кровь. В артерии она даже с эластичной упругой, иначе она лопнет. А в вене кровь катится почти самотеком, и усики не поставят ей обратно уйти. Оно там, давления никакого нет, поэтому она тихонечко-тихонечко вытекает. Ну вот, есть много вопросов из обычного курса общей физики, ну, которые человек должен себе представлять, если он собирается заниматься физикой живых организмов. Вот, я просто говорю, она, типа, эта книжка уже есть, ну, пусть полистают. Многие вещи они, может быть, уже и знают, может, и читали. Ну, полистают, она же не такая толстая. Вот, ну, 300 страниц, что там ее пролистать надо? Она такая легкая, я же не буду формулу Бернуде спрашивать. Но я спрошу, почему можно рассматривать плазму крови как ньютоновская жидкость. Скажите, что вы можете сказать выпускникам, бакалаврам, которые сейчас интересуются по поводу поступления на магистрскую программу физика, и конкретно профиль рассматривает медицинская физика? Я, бакалаврам всех выпусков, скажу одно. Для всех есть место в этом направлении. Для выпускника любой специальности. Потому что этих технологий физических или разделов физики лежащих в медицинских технологиях огромное количество. Ну, каждый раздел физики, кристаллография здесь, лазеры здесь, нанотехнологии здесь, оптика вся здесь, все. И новатика тоже есть, потому что есть создание медицинской аппаратуры, там совершенно другое законодательство. Поэтому если человек из любой магистратуры надумает посвятить себя этому, то он не будет разочарован, он найдет себе место. Единственное, что он должен будет почитать две-три вещи, ну, вот я говорю, ткани, там, вопросы гистологии, анатомии, ну, базовые вещи почитать, и он быстренько войдет в эту тему и спокойно справится. Это вот такая универсальная вещь, потому что именно в магистратуре там почти 40 курсов, и вот так там все и начинается. А пока говорят, ну, у меня вот сейчас нанотехнологии есть студенты, вот из этих инноватики пришли выполнять квалификационную работу пять человек, ну, дадим мы им работу. Нанотехнологии вообще все в медицине, ну, сейчас идут, потому что нанотехнологии в медицине это супер достижение имеет. А что касается вообще в продолжении обучения, я уже говорил и говорю, на сегодняшний день российский бакалавр полуфабрикат, пусть не обижается. Он, ну, скажем так, по международным стандартам это техникум. Конечно, он, наш бакалавр, почти без всяких проблем поступит в любой западный вуз магистратуры. И в Москву, кстати, тоже поступит. Насы бакалавры очень сильные, выпускники. Но просто поехать за границей и работать, будучи бакалавром, ты никто, потому как ты там тоже никто. Ну, вот техникум и есть техникум. Раньше можно было из бакалавриата попасть в аспирантуру. Первые годы так было. Ну, люди миновали специалитет, четыре года и сразу в магистратуру. Ой, в аспирантуру. Ну, это быстро прикрыли. Потому что, ну, все-таки при всем, при том, нет полной подготовки. И поэтому он сейчас все равно должен доучиваться, чтобы стать и получить право поступить в аспирантуру. Но, с другой стороны, сейчас поступили везде запреты. В госслужбу без магистратуры не поступишь. На партийную карьеру ты не сделаешь. Чиновничью карьеру ты не сделаешь. В бизнесе без магистратурских статуса ты не устроишься. Тебе придется научиваться. Так зачем оттягивать эту же процедуру, когда можно спокойненько сейчас пару лет еще потратить, получить законченный диплом, а дальше на все четыре стороны куда хочешь, там и приложивайся. Хоть физику, хоть в медицину, хоть куда хочешь. Поэтому я всем говорю, ребята, потом пожалейте. Там семья, быт, машина, квартира, ипотека, деньги, уже не до учебы будет. Еще жена сварливая попадется, скажет, ты что учиться задумал? Дети кормить надо, меня одевать надо. Это все в жизни я прошел. Не так много женщин, которые в жизни заставляют учиться. Им быстрее, скорее бы, денежку, чтобы домой принес. Но я за это не осуждаю никого. Так, смотрите, есть еще такой вот вопрос, он, наверное, один из моих любимых. А ждете ли вы выпускников гуманитариев к себе? Ну вот если человек вдруг решил кардинально изменить вектор своего развития, собрался готовиться к поступлению по физике? пока не получается. Пока не получается. Вот есть одна область знаний, где мы могли бы найти пересечения. Это когнитивные науки, теории познания, там и прочее. Но у нас нет свободном доступе современного томографа. Это можно было с гуманитариями делать. У нас даже был план такой. Но, к сожалению, пока не удается купить исследовательский томограф. потому что все существующие аппараты, они задействованы на диагностике. Там продукт другой должен стоять, программный. Но в мире этим занимаются. Много проблем психологической совместимости, там это и тестирование, это полиграф, это же детский сад. Там могут себе снимать два вопроса и все видно. Там сразу появляются цветные точки в мозгу, сразу видно, где какие связи. Это только люди, которые далеки от этого не знают. Я это видел в Японии, видел в Китае эти центры. Да мой друг в Новосибирске этим занимает, у него группа этим занимается. То есть с гуманитариями. Есть очень много интересных в том, что связано социальных наук и прочих вещей. Вот физика здесь в частую проходит. Но нужна современная техника настоящая и она в мире развивается. Функциональная деятельность мозга. Ну как подбор в команду делается. Вот берут раньше на датчики ставили, сейчас томограф сажает. Задается вопрос, у него загорается два центра, один центра цветных. И сразу нет, это вдруг не годится. У него раздвоение идет. сигнал с двух точек идет, значит мозг в этой критической ситуации работать не будет. Сигнал если у человека из одной точки пошел, это для этого дела годится. Вот я этим вещами глубоко не занимался, но я был в этих центрах, мне просто рассказывали, картинки я эти видел, но искренне хотел заниматься этим делом, но только когда у нас появится собственный томограф исследовательский, он обещан, но просто каждый раз что-то такое случается, что на это денег нет. Будем надеяться, что в ближайшем будущем он все-таки появится, а я напоминаю, что в эфире у нас был инсталайф с институтом физики Казанского федерального университета, сегодня мы говорили о профиле медицинская физика, на все ваши вопросы уважаемые абитуриенты отвечал доктор физико-математических наук профессор заведующий кафедрой медицинской физики Альберт Вартанович Аганов всего доброго до новых встреч Продолжение следует...